Друзья, друзья, всем привет! С вами снова я, Алена. И сегодня в нашем видео мы с вами говорим в прямом эфире о перееданиях и о способах поведения, которые тебя спасают в моменты кризиса. В первом моем видео ты можешь посмотреть очень качественный материал про ограничительные способы поведения, почему так бывает, почему человек заходит в какие-то поведенческие паттерны, которые мешают ему осуществлять его предназначение и его, по сути, важные базовые механизмы запускать. А сегодня мы с тобой говорим о таком моменте, как переедание эмоциональное и срывы. Почему это видео очень важно? Потому что после него ты поймешь и осознаешь, в чем суть вот этих всех перееданий и как из них выйти. Напоминаю о себе. Я, Алена Самсонова, клинический психолог, блогер, человек, который когда-то пережил сам расстройство пищевого поведения и после этого много лет работал в терапии с такими людьми. Сейчас я расскажу именно про тебя, если у тебя есть такие проблемы. Первое, что нужно делать. Если ты постоянно переедаешь, поджираешь, подзаедаешь, тебе нужно понять, есть ли у тебя физиологический сбой, а скорее всего он у тебя уже есть. Возможно, это метаболический синдром, возможно, это инсулинрезистентность, возможно, это нарушение щитовидной железы. В общем, вся та история, которая связана с нарушением гормонов и нормальным обменом веществ. Другая история, вторая история, это история с эмоциями, в которой я просто ас, в которой я, можно сказать, лучшая в этой теме. Почему? Почему ты находишься в этом состоянии? Потому что в жизни есть моменты, которыми ты не можешь управлять, либо хочешь управлять. У тебя, возможно, есть тенденция к доминированию в чем-то в жизни, но ты либо перекрываешь это, перед собой даешь запреты и делаешь шаг назад, оказываясь в какой-то глобальной клоаке, либо ты, наоборот, не решаешься и сидишь в тихом домике, в котором тебе удобно. Самая базовая вот эта штука, которая называется «мне удобно», «мне так удобненько». Смотри, вот в этом «удобненько» ты можешь очень сильно надолго застрять. И именно поэтому для тебя очень важно уже сейчас начать преодолевать себя и делать шаги в направлении реализации своих целей. Обычно, какие люди испытывают кризисы с перееданием, с низкой стрессоустойчивостью, с трудностями межличностной коммуникации, кому сложно, как я говорила в первом видео про ограничения, учиться говорить «нет», говорить за себя «да», нападать, быть в контратаке, и, в общем, все поведенческие паттерны, которые складываются в межличностных отношениях с людьми, у тебя могут быть в той или иной степени нарушены. Почему я говорю «нарушены»? Это не в смысле, что они вообще не работают. Это в том смысле, что ты ими неэффективно пользуешься. То есть у тебя действительно могут быть другие истории, связанные с твоим поведением. То есть мы говорим с тобой о стрессоустойчивости, о межличностной коммуникации и о твоих убеждениях. Ну вот такая, представим себе, Маша распрекрасная, да, которая хорошо выглядит, такая всеухоженная, но внутри нее где-то такой сидит ежик, который постоянно говорит «Маша, ты не зайдешь туда, тебя не примут, у тебя не получится». И как бы красиво не выглядела Маша, как бы она классно не позиционировала себя сверху, если внутри прописано «Маша, ты Маша». И тогда наша Маша остается с вот этим вот прописанным звеном вот здесь. Но фишка в том, что когда Маша вот сюда вкладывает, что я Маша с большой любовью к себе, тогда Маша может не красить большие-большие ресницы, а идти и заявлять миру о том, что я Маша. Я люблю мир и люблю себя. И в этом отношении, когда мир ей говорит «Маш, дверь закрыта», наша Маша все равно с вот этим сердцем ничего с собой не поделает. Она не пойдет обжираться тортами и еще чем-то, потому что она подумает «Ну, здесь закрыли, ну и ладно, попробуй вот туда постучать. Я же себя люблю, я же хочу для себя лучшего». И вот эта история запускает целый каскад, который внутри становится для нее костяком. Понимаешь, да? Почему люди еще сталкиваются с перееданиями? Потому что, во-первых, это просто. Это очень просто. Когда тебе грустно, когда тебе плохо, когда тебе страшно, когда тебе непонятно, когда ты устал, иди поешь. Иди поешь, и все пройдет. И вот эта доминанта закладывается очень часто родителями. Когда вам сиську в рот суют с детства, когда вы орете, когда у вас что-то не получается, когда вы что-то просите, что нет у родителя, да? И сиську в рот тебе, и ты спокоен. А тут ты сам уже ищешь механические успокоения. В чем ты его можешь получить? В еде, конечно, просто. Кто-то в курении, но это тот же оральный стимул. И прокачка того же отсутствующего... Отсутствует.